Приветствую, друзья! После успеха моделей 530 и 620, а также довольно резонансных обзоров на их бюджетные решения, компания EBS решила взяться за трибридные наушники. В новеньких P50 на басах, как и положено, трудится 10-мм динамик, за середину отвечает сдвоенный арматурный излучатель, а наверха, и это уже настоящий сюрприз, назначили тоже сдвоенный микропланарный драйвер. Получилось чисто, объемно, предельно честно и, как говорится, с душой. О них сегодня и поговорим. Поехали! Упаковка у наушников просто фантастика. С глянцевой суперобложкой, заводским графиком АЧХ и открывающейся манер шкатулки, коробкой. В комплект нам положили инструкцию, плотный круглый бокс, тряпочку для ухода за наушниками и два совершенно одинаковых набора амбушюр. Качество у них скромное, но со своей функцией справляются. А вот кабель просто шикарный, плотный, витой, со сменными коннекторами на 3,5 и 4,4 мм джек и сопротивлением на каждой из жил по 0,1 Ом. Прекрасный вариант, менять такой точно не нужно. Чашечки выполнены из гипоаллергенной смолы с длинным звуководом без бортика, сеточкой и прикрытой металлической пластиной внешней частью. Отверстий для компенсации я здесь не нашел, видимо хватает тех, что расположены на лицевой панели. Смотрится это стильно, сидят они удобно, да и коже приятно. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно быстрый по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике достигающие 0,7%, что очень хорошо. Фаза правильная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете рассмотреть на соответствующих графиках. На АЧХ низкие частоты приподняты на 6 дБ, идеально ровная середина, чуть более выраженная область разборчивости, акцент на имитации ушной раковины, еще один на псевдодетализации и максимально протяженные высокие частоты. Что сказать, шикарная настройка на уровне решений за несколько тысяч долларов. Ну и привычное уже замечание, что далеко не все профессионального уровня ушные мониторы так круто тюнингуют. На слух модель предельно выразительная, с отличной динамикой, достойным разрешением и чуть подсушенными такими образами. Отчего в звуке достаточно и воздуха, и разделения и всяких мелких нюансов. По характеру это мне напомнило чисто планарную новинку 7 Гц Таймлес 2. Столь же сдержанное подробное звучание, но с лучшим ощущением сцены, тембральной глубиной и выразительностью. Эмоции тут тоже более почернуты, чем на планарах от 7 Гц. При этом на фоне тех же ZEGAT Odyssey или Arcadia, они не столь сочные, глубокие и экспрессивные. На EPS чувствуется строгость, размеренность и повсеместная достаточность. Звучит это очень гармонично, в миру естественно и до мониторности слаженно. Бас здесь чуть подсушенный, но ударный, ощутимо глубокий и собранный. Серединка сдержанная, объемная, с подчеркнутой выразительностью, хорошим разрешением и четкостью. Не обделена модель и мелодической составляющей, акустической массой, а также способностью прорисовки сцены в глубину. Особого размаха там, как и у чисто планарных решений нет, однако любой из планов прекрасно читается, а инструменты прямо как на ладони. Высокие частоты тут протяженные, чистые, с упором на разделение и четкость. Чем здорово сочетаются и гармонично дополняют все инструменты средних частот. А также обогащают грув множеством перкуссионных элементов. Все драйверы прекрасно согласованы, без ступенек, разрывов и перепадов по своему характеру. Да, микропланарные верха дают о себе знать, делая звук собранным и немного нейтральным, но основу задает именно сдвоенный драйвер средних частот. Я бы поставил EPS P50 где-то между решениями от Moondrop Dune или Simgot и T-Audio Kennero Zegat. По скоростным характеристикам динамики и мониторной выдержанности они ближе к первым, но с элементами певучести, масштаба и мелодической выразительности от вторых. Это то, что называют серьезный честный звук без приукрасы какой-либо отсебятины. А следовательно, они прекрасно подойдут для тяжелой и агрессивной музыки, разнообразной электроники, всему инструментальному, вокально и текстурно ориентированному, джазовому и даже академическому. Естественно, мне бы хотелось добавить сочности, певучести и объема, но тогда мы лишимся той самой собранности, сдержанности и аккуратности в нюансах. Открытая конструкция им, кстати, совершенно не мешает. Однако наружу слышно сильнее, чем с другими AEM, а к музыке в особо шумных местах будет подмешиваться окружение. На фоне ZEGAT Odyssey герои обзора звучат на мой взгляд шире, в них чуть меньше мелодики и драйва, однако именно их я бы рекомендовал для мониторинга и работы со звуком. Усилителям нужен мощнее, чем к классическим гибридам, однако не такой крутой, как для чистых планаров. Лично мне данная модель показалась хорошо сбалансированной и предельно честной. Конечно, без каких-либо акустических изысков, но все, что нужно она умеет и звучит на уровне других решений за плюс-минус 200 долларов. Итогом наушники EPS P50 великолепно выглядят, имеют более естественную на слух открытую конструкцию чашечек, прекрасную согласованность драйверов и максимально ровное, эмоционально сдержанное, чистое по своему характеру и очень честное звучание. Искажений, как показали измерения здесь нет, чуть ли не идеальная настройка АЧХ и просто топового класса комплектующие. Единственное, амбушюры я бы советовал докупить получше. Звучит модель строго, слаженно, довольно выразительно, с тембральным объемом и неплохой передачей эмоциональной составляющей материала. Отличное решение для тех, кто музыкальности предпочитает техничность, но не готов идти на хоть какие-то компромиссы. Очень крутые наушники можно брать. А у меня, друзья, на этом все. Это была модель EPS P50. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме, на которые нужно подписаться. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok